В Банк России поступают жалобы граждан о том, что банки и микрофинансовые организации навязывают им дополнительные платные услуги при заключении кредитного договора или договора займа. Как правило, речь идет о страховке, но услуги могут быть иными, например, юридическая помощь или смс-информирование. Заемщику необходимо знать, что по закону он не обязан соглашаться оформлять дополнительные платные услуги при заключении договора. Кредитор не вправе отказать в выдаче кредита только потому, что гражданин отказался от оформления дополнительных услуг. В заявлении на выдачу кредита или займа есть строка «Согласен ли гражданин на получение дополнительной услуги?». Поэтому перед подписанием такого заявления необходимо обратить внимание на графы, в которых нужно проставить галочки. Возможно, их уже проставил кто-то за вас. Но возможность отказаться от таких услуг есть, и она предусмотрена законодательством нашей страны. Для этого необходимо направить в адрес организации, которая предоставляет дополнительную услугу, заявление об отказе. Однако поставщик услуги может удержать фактически понесенные им расходы. Чем быстрее вы откажетесь от навязанной дополнительной услуги, тем больше вероятность вернуть свои деньги обратно. Самое главное — не жалейте времени. Тщательно изучайте документы, которые подписываете, особенно индивидуальные условия договора. В них также может содержаться информация о дополнительных услугах. Помните, у вас есть 5 рабочих дней на изучение индивидуальных условий. В это время банк или микрофинансовая организация не вправе их изменять, поэтому вникнуть в детали договора. Вы можете дома, в спокойной обстановке. И не стесняйтесь задавать сотруднику банка вопросы по тем пунктам, которые вызывают у вас сомнения.